Добрый день! Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами немного об истории, о русской истории. Я думаю, что это должно быть интересно тем, кто изучает, кто учит русский язык. Как появилась Древняя Русь? Древняя – это значит очень-очень-очень старая. Считается, что первым русским князем был Рюрик, что Рюрик был первым правителем Древней Руси. Откуда мы это знаем? Вот у меня книга, называется «Повесть временных лет». Конечно, это перевод с древнерусского языка. И это, как считают, самый ранний источник исторических текстов о России. Её автор – монах Нестор. Вот здесь вот он нарисован. И написал он её в XII веке. Ещё её называют «Несторова летопись». Что такое летопись? Летопись или летописание – это запись исторических событий, запись того, что было по годам. То есть в летописи летописец, человек, который составлял летопись, писал, что и в каком году было. Где летописец брал информацию? А брал он информацию из народных песен, из легенд, из рассказов людей. Конечно, как я вам сказала, эта летопись была написана на древнерусском языке. И это перевод Лихачёва. Лихачёв – это известный русский академик, филолог, историк. Как я вам уже сказала, считается, что первым князем на Руси был Рюрик. И был он правителем Древней Руси с 862 года. Он правил, он управлял вместе со своими братьями. После Рюрика правителем стал Олег, потому что, хотя у Рюрика был сын Игорь, но Игорь тогда был очень маленьким. И вот в 879 году Олег правил в Киеве. Именно Олег сделал Киев матерью городов русских, главным городом. А Игорь, князь Игорь, начал править Русью после смерти Олега. Сегодня я хочу вам рассказать чуть-чуть о княгине Ольге, которая была женой Игоря. Потому что с её именем связано тоже много интересных легенд. Как она выглядела, мы, конечно, не знаем. Когда Ольга родилась, тоже не очень понятно. Некоторые историки говорят, что она родилась в конце IX века. Некоторые говорят в начале X века. Так вот, в 945 году Игорь погибает. Игорь умирает. Как он умирает? Дело в том, что тогда на территории Древней Руси жило много племён. Племя – это группа людей, которые жили на какой-то территории. И вот, конечно, более слабые платили дань, платили что-то тем, кто был более сильным. Дань от слова «дать». Более сильные брали дань у более слабых. И вот было такое племя, которое называлось «древляне». И эти древляне платили дань Игорю. Один раз Игорь со своей дружиной, со своим войском, пришли к древлянам, чтобы получить, чтобы взять у них дань. Они взяли дань, поехали обратно. И почему-то, тоже не совсем понятно почему, Игорь решил вернуться и потребовать, чтобы ему дали ещё раз дань. Но часть войска Игоря, часть его людей, продолжили свой путь в Киев. То есть он вернулся к этим древлянам не со всеми своими людьми, а только с частью. Их было немного. И вот, когда он вернулся к древлянам, древляне что сделали? А древляне просто их убили. То есть Игорь погиб. Правителем стала Ольга. Это был 945 год. Сыну Игоря, Святославу, было ещё только 3 года. Он ещё был совсем маленьким. Игоря убили. Ольга правила в Киеве. Эти древляне, которые убили Игоря, отправили к Ольге в Киев своих послов. Послы – это люди, которых посылают в другую страну, чтобы они что-то предложили или что-то попросили, о чём-то договорились. И вот древляне отправили послов к Ольге. Почему они отправили к ней этих людей? Они отправили их для того, чтобы эти люди предложили Ольге выйти замуж за князя древлян. То есть очень интересно, да? Древляне убили её мужа, а потом предложили ей стать женой их князя. И вот 20 человек, 20 древлян приехали к Ольге в ладье. Ладья – это корабль. Вот такой, как вы видите на этой картине. И вот Ольга сказала им так. Сказала, чтобы они не выходили из ладьи, что их отнесут прямо к ней, прямо в ладье, прямо в этой большой лодке. И вот киевляне, жители Киева, понесли их прямо в ладье к Ольге. Но они их не донесли. Около Киева была выкопана яма. То есть там заранее, раньше выкопали яму. И вот этих древлян прямо в ладье бросили в эту яму и засыпали землёй, закопали живыми. Это была первая месть Ольги за мужа. Так она первый раз отомстила древлянам за смерть своего мужа Игоря. Но это ещё было не всё. Ольга отправила своих послов к древлянам и сказала, что если вы хотите, чтобы я вышла замуж за вашего князя, вы должны отправить ко мне самых лучших людей вашего племени. Древляне отправили следующую группу послов, третьих послов. Киевляне приготовили баню. Была приготовлена баня. И вот послам предложили вымыться в бане перед тем, как разговаривать с Ольгой. Послы пошли в баню. Баню киевляне закрыли и сожгли послов. Сожгли древлянских послов вместе с баней. Так Ольга отомстила второй раз. Но это ещё было не всё. Потом она отправила ещё раз послов к древлянам. И она сказала, что она хочет, что она собирается приехать на могилу Игоря, чтобы устроить, чтобы сделать там поминки. Что такое поминки? Поминки устраивают, когда человек умер, чтобы вспомнить этого человека. И обычно на поминках что-то едят и что-то пьют. И вот древляне согласились. Ольга приехала. Её люди, киевляне, приготовили много мёда. Но это не тот мёд, который мы сейчас знаем. А это такой алкогольный хмельной напиток. И вот древляне много-много выпили. Стали совсем пьяными. Киевляне их всех убили. Пишут, что 5000 человек они убили. И ушли обратно. Но это ещё было не всё. Была ещё и четвёртая месть. Через год Ольга вместе со своим войском отправилась, пошла к столице древлян. Столицу они захватить не смогли. И что они сделали? Древляне предложили дать им дань, чтобы они ушли. Чтобы закончить эту войну. Ольга сказала, что большую дань она брать не будет. Она попросила их просто дать ей по три голубя и три воробья с каждого дома. Киевляне согласились. Дали ей, дали её людям этих птиц. И тогда киевляне привязали к птицам такие веточки труд. И зажгли эти веточки. И по легенде птицы вернулись обратно. Что случилось? Конечно, все дома загорелись. И столица древлян просто сгорела. Так Ольга отомстила четвёртый раз. Ну, конечно, это легенда. Тем более такие похожие легенды были и в истории Древней Европы. Но легенды интересные. Потом Ольга стала править Киевской Русью. Что тут самое интересное? Во-первых, Ольга стала первой христианкой на Руси. Кроме этого, при Ольге, в то время, когда она была правительницей, начали на Руси строить первые каменные здания. Например, появились новые города. И вокруг городов появились большие каменные стены. И не было больших войн, как говорят. Ольга умерла 11 июля 969 года. Эта дата уже известна. В это время уже Русью правил её сын Святослав. Она считается святой. Ольга первая русская святая. Покровительница вдов, конечно. Вдова – это женщина, у которой умер муж. Есть памятники Ольге. Например, есть памятник в Пскове. Считается, что Ольга из Пскова. Вот вы видите, украинская монета. На этой украинской монете изображена Ольга. Да, это памятная монета. То есть Ольга – известная личность в истории Древней Руси. Ну, на сегодня это, пожалуй, всё. Я надеюсь, что вам было интересно. Спасибо, до свидания, до новых встреч.